Музыка Самые масштабные, самые значимые, самые удивительные и самые красивые события 12 месяцев Большой Азии в нашем праздничном информационном калейдоскопе. Год 2021 июнь Китайский марсоход съехал с посадочной платформы на поверхность Марса 21 мая. Мы нуждаемся в восьмидневной непрерывной работе модуля, потому что вездеходу необходимо провести тщательное сканирование того участка местности, по которому ему предстоит перемещаться. Мы проанализируем обстановку и сообщим искусственному интеллекту спускаемого аппарата, каким маршрутом и в каком направлении лучше перемещаться марсоходу, так что все это было безопасно. Марсоход Джурон останется на Марсе 92 земных дня. В течение одного марсианского года, а это 687 земных суток, станция будет работать в качестве устройства, передающего на Землю материалы исследований. В Японии эстафета Олимпийского огня завершилась в 20-х числах мая в префектуре Татори. Факел, символ предстоящих игр 2020, покинул очередную территориальную единицу страны восходящего солнца. За время пребывания в этой части Японии, сменяющей друг другу участники забега, преодолели 11 населенных пунктов, начиная с Катаурии и Сакаимината. Следует отметить, что везде местные жители с неизменным энтузиазмом встречали вестников и сопровождающих кортеж. Примечательно, что дизайн факела Олимпийских игр, состоявшийся в Токио в 1964 году, был навеян самурайскими мотивами. Своими формами он явно напоминает знаменитый меч японских воинов Катану. Тогда, 57 лет назад, огонь был доставлен в островное государство сразу тремя способами – по морю, самолетам и по суше при использовании паромной переправы. Далее огонь двигался по Японии сразу четырьмя маршрутами, соединившись в Токио в чаши центрального стадиона в день открытия игр. 4 июня. Население небольшой деревни, расположенное на опушке тропического леса, обнаружило четырех диких слонов, попавших в естественную ловушку – глубокий овраг с почти отвесными, мокрыми, глинистыми стенами. В течение целого дня люди рыли пандус для животных, чтобы те могли выбраться из ямы. Спасательная операция увенчалась успехом. Обычно обитатели западного штата Ракхайн избегают слишком близкого соседства со слонами, но они неизменно приходят на помощь братьям меньшим, так как считают этих необычных зверей своим национальным достоянием. Большинство населения Мьянмы по вероисповеданию – буддисты бомар. Они уважают дикую природу и пытаются жить в гармонии с окружающим их миром. Любопытно, что одно из поэтических названий Мьянмы – «Земля девяти слонов». Российско-китайский праздник на двух берегах Амура состоялся в преддверии Международного дня защиты детей. Зрелищные мероприятия провели в китайском городе Хэйхэ и российском Благовещенске одновременно. В обеих странах участники выпустили в небо множество голубей – символы дружбы и мира. Посмотреть театральные выступления, русские народные танцы, модные показы и другие праздничные номера собрались с сотней жителей. В рамках праздника впервые провели Международную неделю моды. В сегодняшнем мероприятии я увидела много интересных выступлений русских народных танцев. Надеюсь, что эпидемия закончится как можно скорее, и мы сможем вместе с друзьями из России встречать все последующие Международные дни защиты детей. В мероприятии приняли участие более 500 детей и подростков из двух стран. Но из-за пандемии юным артистам из России и Китая пришлось выступать на разных берегах Амура, разделяющей не только два города, но и две страны. Москва – один из первых городов планеты по количеству индивидуальных средств перемещения, причем как тех, которые принадлежат муниципалитету, так и находящихся в собственности частников. Между тем, все больше москвичей требует правового регулирования перемещения людей на травмоопасных двухколесных или моноколесных средствах передвижения, которые, как правило, не разбирая пути, несутся по тротуарам или проезжей части, нередко вызывая ДТП с причинением телесного ущерба прохожим или даже водителям, случайно оказавшимся на пути такого горя-самокатчика. Я могу оценить ситуацию как неуправляемую, потому что люди, которые используют средства индивидуальной мобильности, самокаты, сигвеи, моноколеса и так далее, фактически находятся, ну, можно сказать, вне правового поля. Потому что, когда они находятся на тротуаре, фактически они могут нанести увечья другим людям, и это нанесение увечья по неосторожности. Но это все равно, что один пешеход наступил к другому на ногу. Ой, извините, да, я пошел дальше, но самокат, который движется со скоростью 20 или 40, а иногда и быстрее, километров в час, ну, понимаете, да, это дело очень часто доходит до серьезных травм. Ввиду отсутствия в настоящее время нормативного регулирования передвижения средств индивидуальной мобильности, в взаимодействии с операторами кикшеллинга мы договорились о том, что будем реализовать так называемые медленные зоны. Это такие участки уличной дорожной сети, где скорость самокатов будет снижаться автоматически до 15 километров в час. Это сделано для того, чтобы избежать аварийных ситуаций, которые происходят на этих участках. Мне кажется, сейчас те, которые доступны, да, то есть, в принципе, ну, средняя нормальная скорость. Есть частные, наверное, самокаты, которые быстро ездят. В принципе, наверное, такое ограничение будет уместно. Из Якутска в Москву 21 мая выехали двое всадников, решивших пересечь всю Евразию на лошадях местной породы. Далее спортсмены намерены продолжить свое путешествие до Европы. Ну, якутская лошадь знаменита тем, что она на вольном выпасе постоянно, в конюшнях не нуждается. У нас в Аймеконе до минус 70 доходит зимой, летом до плюс 30, то есть диапазон почти 100 градусов температурный. И все это время на вольном выпасе. То есть, животные почти дикие. Ну, вот так. Отправной точкой исхода двух всадников из глубин Азии является полюс абсолютного холода – Аймекон. Участники рейда покинули его еще в марте текущего года. Редактор субтитров А.Семкин